Июль 2015-го. На тренировку саратовских гимнастов пришел губернатор. Спортсмены благодарят за новые окна, просят поставить кондиционер. Валерий Радаев не скупится. Гимнастам обещано новое здание. Возьмем проехать и мы его попробуем адаптировать и сюда. Надо, чтобы он только был универсальный и спортивный, и художник. Чтобы именно гимнастический акробат, именно гимнастический центр. Спортивная гимнастика вверх, потому что внизу нам еще ямы нужны. Вот у нас, видите, короба, право, и чтобы дети не получают раму, не тренируются и делают там шаги. Какие-то сами стоят, не падают туда. Теперь будем знать, где вы тренируетесь. Приходите, пожалуйста, на вашу чашу. С тех пор прошло уже почти пять лет. Два лет спорта, будни, разгар рабочего дня. В зале для занятий гимнастикой и акробатикой яблоку негде упасть. Приходите, пожалуйста, на вашу чашу. Приходите, пожалуйста, на вашу чашу. Гимнастика и акробатика – виды спорта достаточно демократичные, наверное, потому популярные у ребят и, что немаловажно, у их родителей. Только в областной школе этими видами занимаются сотни начинающих спортсменов. Например, для девочек художественная гимнастика – это эстетика, да, это красивая фигура, красивая осанка, это грация в движении. Поэтому здесь уже все говорит само за себя. Родители видят в своих детях все-таки уже подрастающих красавиц и стараются приводить их в тот вид спорта, который усилит вот эту мотивацию. В спортивной акробатике, да, в спортивной гимнастике там наоборот – сила, ловкость, трюхи. То есть, что привлекает уже мальчиков непосредственно, чтобы уже выделяться на фоне сверстников. Родителей, чтобы все-таки чувствовать, что их ребенок занимается стоящим делом. Ну и дисциплина, потому что вот эти три вида – это, ну, наверное, самая высокая дисциплина, в отличие от того же футбола. Несмотря на высокую популярность, большими успехами в гимнастических дисциплинах и акробатике регион похвастать не может. Для воспитания звезд нужны соответствующие условия. Их в Саратове, увы, нет. Это специализированный зал, который мы можем назвать специализированным, потому что у нас проводятся занятия также в Ленинском районе, на спортивной базе стадиона «Локомотив». Ну, там зал, скажем, художественной гимнастики оборудован просто ковром. Вот, хороший потолок высокий, есть возможность разучивания вольных упражнений, упражнений с предметами. Ну, а касательно уже специализации, наверное, этот зал пока что является самым таким востребованным. Ну, хотелось бы, конечно, видеть зал чуть побольше размеров, раза в три. Вот, как, например, есть зал в Йошкарале, в Чебоксарах. Ну, на сегодняшний день эта база позволяет нам готовить своих чемпионов. Российские спортсмены и тренеры – люди скромные, а еще зависимые. Потому о проблемах не говорят. И все же люди, знающие, шепнули, что дворцу спорта, как воздух, необходим новый гимнастический ковер. Он один в Саратове. Покрытие устарело морально и физически, что чревато травмами. Цена вопроса – от трех миллионов рублей. Информацию нам не подтвердили, но и не опровергли. А вот об обещании построить современный дворец гимнастики здесь еще помнят. Ну, разговоры шли, насколько я знаю, был в курсе. Вот нам конкретно не обещали, а разговоры шли, и правительство наше было заинтересовано. Просто, наверное, сейчас такой период, когда, ну, спортивные объекты требуются, наверное, во многих направлениях. Следы центра гимнастики нашлись на сайте «Саратовгражданпроекта». Институт разрабатывал предпроектное предложение. Трехэтажное здание в стиле хай-тек предлагалось разместить между дворцом спорта и плавательным бассейном в Саратов. Но, как оказалось, идея не умерла. В региональном Минспорта нам сообщили, что строительство гимнастического комплекса в планах. Сейчас идет работа по подготовке документов для включения объекта в национальный проект, заявили в ведомстве. Ну, а пока за федеральные деньги в Саратове в этом году обещают построить фок для занятий бадминтоном. Правда, это совсем уже другая история.